всем привет дорогие друзья с вами снова это именно the space и вы многие этого ждали и вы дождались очередной обзор очередное обновление моего лего королевства и да друзья пока на первый взгляд можете видеть наверное то что ничего не изменилось он нас обманывает на самом деле все не так просто так что давайте посмотрим поближе я вам расскажу про это королевство если вы впервые зашли на мой канал я вам немножко поведаю про нашу традицию сформировавшуюся еще в далеком 2015 в котором я создавал начну создавать свой лего город а затем это медленно но верно перетекло в мое лего королевство но глобальными обновлениями я особо на нем ну над ним не занимаюсь потому что она у меня черт возьми уже стоит вот как она надо как мне очень нравится две противоборствующие стороны вот здесь типа добро а здесь злобные силы в мире фэнтези и средневековье все как вы любите так что давайте посмотрим поближе изменения были внесены здесь прямо таки более такая обширная баталия происходит так что давайте посмотрим поближе начнем наверное со стороны нашего королевства добрых персонажей здесь имеются всевозможные наборы из серии лего властлин колец лего castle 2009 года фэнтезийные эпохи ну и по сути так то все я тут kingdom's особо не выставлял у меня их особо и не было мне именно фэнтези эпоха 2009 года по лего castle нравится так что давайте начнем посмотрим сперва на наших гномов которые у нас здесь рудокопы и как вы можете видеть здесь особо ничего не поменялось я конечно некоторые фигурки заменил вот поставил сюда этот склеп балина если вы помните хоббита из из фильмов хоббит питера джексона ой тфу ты господи нет это же это из шахт море властлин колец я просто вспомнил про долг культуры почему-то спутал здесь у нас вы можете видеть уже поймали одного одного орка он здесь у нас под стеной за стеной сидит ну и сама шахта здесь у нас работают наши добытчики гномы добывают разные минералы там железную руду добывают золото всевозможные камни драгоценные и вот у нас уже в руке с рубином из бокалом золотым сам король гномов наблюдает за этой работой можно даже сказать что это храундер царь и храундер из мэй из мэй трилогии книг фэнтези над которыми я работаю ну естественно имеется вот такая катапульта для обороны этого горного царства и можно запульнуть это раскаленное ядро здесь у меня конечно не поместилось можете видеть здесь хельма вопать и к ней прилагается дополнительная стена был такое свое время battle pack и и сюда как бы вставляешь но к сожалению тут уже заканчивается у меня все эти возможности мастерить соответственно стена у нас вот здесь так стоит ну и в принципе так более-менее органично смотрится словно здесь тоже закрывается определенный проход здесь в принципе не поменялось ничего потому что вот эта башня с рыцарем она здесь и была просто у меня прибавился еще один такой набор с осадной башней троллей поэтому вот такая же башня у меня стоит вон там но мы к ней перейдем чуть попозже итак друзья но и как вы можете видеть эту горную шахту на нее нападают точно так же как и на замок орды нежити орды скелетов всевозможных мастей и черные белые обугленные какие только нет бравые рыцари пытаются защищаться как вы можете видеть они по сути в меньшинстве вот на них уже нападает вот такая вот огромная осадная башня на ней мы можем видеть генерала орка фитролей а также их мерзкое знамя и что же будет дальше но здесь все решает ваша фантазия вот вы можете видеть там уже тоже наши вояки готовятся десантироваться на и десантироваться напасть на стену по сути сделать своего рода некий средневековый абордаж но здесь у меня два замка хельма лопать и замок короля ревота из лего castle здесь они собраны воедино вот как это все выглядит очень красиво мне очень нравится данное дизайнерское решение которое сам придумал довольно таки давно и я не собираюсь принципе это как-то изменять давайте вам так покажу буду приближать и показывать разных персонажей там нас два друида и один лучник посередине вот у нас там с такими подобиями огромных секир алибарды алибарды и конечно же король ревот сам с принцессой с его дочкой ну и там еще один короля ревот потому что мне их вообще много и волшебник наверху а также вон его рыцари вот видимо депешу один рыцарь несет сейчас будет рассказывать важные новости королю там у нас тоже имеются его бравые воины но здесь нас идет некое заседание есть другие короли разных других земель собрались и обсуждают как же все-таки будут разбираться с вот теми вот злыми силами которые смотрят на них свысока но естественно другие рыцари также мобилизованы готовятся выступать бегут главным вратам дабы выйти наружу и здесь их уже встречает настоящая адская битва можете видеть нежить сражается против скелетов ой господи нежить против рыцарей нежить против скелетов было бы интересно по сути хаос бы поселился тогда в рядах противников ну и на заднем фоне вы можете видеть сама эта вторая моя башня которая в коллекцию меня совсем недавно появилась вот мне и две там и здесь мы здесь нас уже перетекает битва в такую более полномасштабную потому что здесь как никак больше открытого открытой местности ну и у нас один из гномов является таким очень неплохим инженером и данное чудо техники способны изрезать любого кто встанет у нее на пути даже если этот враг почти что не убиваемый скелет который будет восставать многие разы после того как ему раскроили череп или же вот такой вот массивный орк даже можно сказать орк помесь с троллем вооруженный двумя такими клинками кстати когда-то это была моя самоделка несмертного зода из берсерка но как видите это не задняя пропазать я пропала потому что не очень похож но в любом случае вы можете видеть насколько масштабно это сражение то что она даже переходит вот в такой вот густой лес где каждого героя может поджидать вот такая нечисть внутри ну и что будут делать наши воины ну естественно нападать разом один из них даже является мастерским лучником охотником здешних лесов настолько сильным что видите он даже елку повалил рядом с вот таким вот озерцом у нас идет сражение уже конницы ну по сути у нас рыцари только на конях все остальные просто вот пешком идут и думают что смогут с ними справиться ну посмотрим как это будет здесь все разворачиваться но в той отдаленной торпинке мы можем лицезреть великое сражение когда трое окружили одного и сейчас просто избивать будут так что по сути здесь еще посмотреть надо у кого численный перевес мне кажется что все таки у рыцарей скорее всего именно из-за того что на захват вот такого массивного сооружения как этот замок уходит гораздо больше военных сил и мощи и требуется она как раз таки нежели чем на оборону так что все возможно ну а здесь у нас часть шира это домик бильба и фродо бэггинса он здесь знаете так посередине мирно расположился это очень на контрасте смотрится он кстати у меня там уже давно стоит но здесь вот такие вот ворота как можете видеть добавление это ворота из шахты моря и теперь они двойные поэтому в эту крепость просто мрачную крепость мрак в нее никто по сути проникнуть особо не может если захочет потому что пройдете через одни ворота там вас ждут вторые и после этих вторых ворот вас ждет вот эта вот орда и после нее даже если вы ее минуете если вы гадсы с dragon slayer вам придется каким-то образом с этими воротами что-то делать хотя это учитывая то что вот этот мост еще поднимается видите он на цепочках на туда еще на вас могут вылить раскаленную лаву так что да друзья сюда нужно как-то по воздуху хотя вражеский дракон есть только у молока мэйлайна дракон который добрый в этом королевстве его нет он у меня стоит в другом месте в этой части у меня и остался набор по серии лего властлин колец это конго дуртап и как вы можете видеть на нем происходит немного другое событие нежели которое запечатлено было но я не знаю полгода назад когда мне было последнее обновление королевства теперь здесь четыре бравых воина окружили генерала орков и скорее всего не будут его убивать а возьмут в заложники он станет военнопленным дабы затем его допрашивали в темницах и узнавали секреты и тайны мэлока мэйлайна вот этого некроманта волшебника который вокруг себя собрал самых сильных злодеев и негодяев этого мира дабы покорить его и поставить на колени слева от него вы можете видеть лорда гармадона справа его царицу некромантии ну а сверху у нас варлок вызывающий демонов ну и все они вот и вот зловонные персонажи с точки зрения своего конечно же своих мотивов и намерений восседают на троне мрака в этом злобном королевстве и тут очень интересный поворот смотрите тут орк абсолютно безумец он забрался на самый верх и машет вот этими двумя знаменами дабы все знали какие знамена повесят на ворота вот этого замка если захватят ну и естественно здесь у нас другие воины совершенно охраняют вход в эту неприступную крепость всю покрытую шипами ну а сбоку у нас до по классике остались эти четыре рыцаря из night's kingdom они пытаются найти окольные пути дабы пробраться в этот замок и не знаю может быть выкрасть ценные сведения а может по-тихому напасть на самого молока мэлайна есть черные врата из лего властелин колец и на них вот недавно вышедшая фигурка вот такого вот рыцаря очень классного здесь я поставил так очень смешно выглядит тролль огромный он тут чисто как вылитой сел на эту башню не знаю очень комично это забавно выглядит и здесь у меня поменялось очень много всего как вы помните раньше тут было не особо красиво но теперь здесь долгул дур и часть шахты море просто я не знаю как еще лучше ее поставить выглядит немножечко хаотично но в принципе здесь и живут у нас всякие слуги мрака и хаоса я думаю так и должно быть здесь даже вот смотрите гоблин маленький у своих крадет золото по сути ну да вот такие вот вещи могут происходить происходить в рядах даже союзника ну и что у нас здесь внутри ну по сути сборище разных орков троллей вот ведьма стала на колени молится вот этой статуи здесь мне некоторые скелетики из лего ниндзяка мои любимые это вайплэш и нюкл ну и друзья тут у нас есть еще орчи колдунья а также орчи король это из набора лего кассел опять же 2009 года выпуска по фэнтезийной эпохе горная крепость троллей как вы можете видеть здесь их целое изобилие ну и в принципе мне она здесь так по периметру и шла только теперь здесь имеется внутри у нас долгул дур ну и в нем у нас уже тусуются всякие всякая нежить ну и как вы можете видеть здесь еще убрался мой саруман почему потому что я решил отсюда достать все свои фигурки властелина колеца хоббита и выставить их всех на отдельную пластинку потому что в принципе королевство довольно таки неплохо наполнено всеми остальными рыцарями и воинами которые у меня есть по средневековому фэнтези так что в ближайшее время можете ждать обзор на мою коллекцию мини-фигурок по именно властелину колец и хоббиту ну а я наверное буду заканчивать так как ну я не знаю что здесь еще рассказать королевство как по мне приободрилась можно сказать здесь добавилось ну не то чтобы много скорее фигурки все поменялись сменилось действо происходящее ну и также конечно тут многое изменилось с точки зрения королевства зла здесь долгул дур появился проклятая крепость ну и многие другие аспекты также были добавлены ну я буду заканчивать всем спасибо за внимание всем желаю удачи и пишите в комментариях что вы хотите увидеть еще в этом королевстве наверное уже по сути не королевство просто две огромные противоборствующие стороны по сути такая вот огромная сценка из наборов мне даже строить ничего особо не приходится в нынешнее время потому что раньше мне приходилось там что-то кастомы делать но сейчас у меня все вот так вот все это выглядит действительно очень масштабно ну я благодарю вас за внимание удачи и пока удачи 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 удачи